В мае 92 года мы окончили 3 класс и весь пластилин, который был там у нас, мы привезли сюда домой и создали вот такие отряды зайцев, лес, волков. Мы их называли кочевниками и они должны были нападать на Германию. Они были выражены пластилиновым оружием. Их было в принципе достаточно много сделано. Цель этих нападений было в принципе просто увеличить численность германцев, то есть германцы их уничтожали и они становились за германцев. Но в итоге мы одного все-таки бойца решили оставить, чтобы он стал родоначальником кочевников, которых в итоге мы потом назвали татарами. Таким образом вот этот боец стал царем татаров, родоначальником, то есть один из этих татар. Ну и в последующее время мы стали собирать всех новых бойцов, какие у нас появлялись и они становились татарами. Ну расскажем поподробнее. Где-то через полгода набрали вот такой вот татар. Это 14 человек здесь, зверей. Ну вот рассмотрим лишь поподробнее. Вот это, например, модфильм был про утины истории. Как утята попали в мир динозавров. Вот мы сделали этого динозавра, маленького трицератопсу. Хотя он здесь очень крупно смотрится. Вот. И вот это первобытного утенка, которое там было. Когда мы его сделали, в принципе он довольно неплохо подходил, похож был. Ну потом его покрыли доспехами. Ну лошади у него тогда еще не было. Ну и разумеется, такого хорошего оружия и такой брони не было. У них это потом уже греческие нововведения. Вот. Также был сделан такой вот заяц. Тоже лошади у него не было. Вот это был какой-то чемпионат мира по футболу или UEFA или что-то. Вот он был символом этого чемпионата. Нам он очень понравился. Симпатичный был зайчик. Мы тоже сделали. Также вот викинг. Вот в это время у нас как раз летом появилось большое количество вот такого русского доспеха. Поэтому здесь мы его даже немножко нерационально, честно говоря, использовали. Вот видно на примере щита, что он намного больше, чем надо. И цельный кусок использовался. Также вот такая точилка. Обезьянка-точилка обычная. Ничего такого интересного. И птичка. Вот это вот. На улице мы нашли вот такого веселого парня, робота. Тогда на них мода пошла. Вот у него двигаются руки все такое. Вот он вооруженный, оснащенный. В данных условиях, в данной игровой системе, скажем так, в данном мире он, в принципе, был довольно плохим бойцом. Ну, не очень удачно у него расположено оружие и все такое. Но зато красиво смотрелось. Для этого мы упросили родителей купить нам вот еще двоих. То есть в киоске нашли их там целую кучу, но поломали взять только двух. Ну, они типа летать там умели, все такое там. Ну, всякие такие. Наверное, еще и мультики какие-нибудь шли в это время про них. Также вот, видимо, на улице мы нашли вот такого боя. Вот этого бойца, вот этого и вот этого. У них вот все характерно. У них оружие находится в ножнах и вытаскивается из них. И потом оно у него вставляется вот сюда, и он ведет бой. А в мирное время он его убирает обратно. То есть вот здесь такое оружие видно. Вот здесь вот тоже вот у него такая же штука. Лица моим сделали. Что было редкость в то время, мы решили здесь сделать. Вот, и вот еще вот один гнот. Он, правда, сейчас уже разваливается. Происходит старение металла, непонятно от чего. Почему и эти все нормально этот весь рассыпается. Ну, покрыли пластилином, может еще сохранится. Так же вот есть Денвер. Был такой вот фильм «Денвер. Последний динозавр». Во-вох. Ура. Ура. О-рух. Ура. В- Ура. Ура. И вот там главный герой, там была динозава Демера. В принципе, видно, что сделано для третьего класса очень даже неплохо. И отчасти это Денвер, и там еще ряд мультиков мы увидели, там проедал фута, с земли до начала времени назывался. Там тоже динозавры были, мы их тоже сделали, и получились они в принципе очень хорошо. В итоге, когда Шуперн увидел этого Денвера и других этих тех динозавров, он предложил сделать диорамы с них. В итоге это увлечение пошло оттуда. Татары были, короче, вот у них вот эта вот куча, кучка людей, 14 человек все равно. Параллельно им развивались также еще и тефтунцы. Непосредственно тефтунцы мы назывались вот этим паром. То есть летом бабушки Шуре мы посмотрели кино про тефтунцев и противостояние с русскими. Субтитры создавал DimaTorzok И вот решили сделать таких парням. То есть это не было по самым русским доспехи. Вот здесь у меня плащ сделан из такой тонкой фольги не фольги, а от сигареты. Она защиту практически никакой не давала. Просто декоративная цель. И тут сделаются лагеря. Они вот прям как похожи. Это кресты, плащи. Вот этих монет у них не было на головах. Они так были все одинаково, однообразны. Вот правда это красный. Были сделаны такие вот лошади. То есть мы даже не пожалели. Пластилины сделали крупных, массивных лошадей. Вот эти вот они потеряли свои шлемы. Вот это недавняя реконструкция. То есть поначалу они выглядели не такими помятыми замызгами, но вот такие блестящие, ровные, квадратные лошадь. На лошадях тоже кресты можно наблюдать. Вот здесь вот, вот здесь. То есть сделали все очень, по тем технологиям очень красиво. Это было не первая практика, что ли, создание таких воинов. За несколько месяцев до этого, может там за полгода, может за 3-4 месяца, были созданы вот такие вот леонцы. То есть в 3-м классе мы узнали, что леонцы нападали на Русь. И вот сделали таких леонцев. То есть в принципе они даже чем-то похожи на этих бойцов. Их было сделано с ними. Я думаю, не больше десяток этих, таких товарищей. Тоже в русском доспехе они, щиты в них. Такие квадратные, нерационально использовался материал. То есть в два раза скрученный. Ну так. В общем, не первая была попытка. Но вот эти вот уже тефтонцы были намного лучше по качеству, чем леонцы. Также вот к леонцам сделали еще вот этот русский отрыв. Вот, сделали русский отрыв. Русские очень хорошего качества по тому времени. То есть они не были непосредственно русскими, как в Руси. Просто русский доспех имели. И они как-то были отдельные. Вроде бы и татары им не называли. Ну и русские названия. Это тоже неправильно. Вот воины в русский доспех. То есть они были сделаны на основании этого фильма. А также мы нашли миниатюры. Такие вот открытки миниатюры. От рисунки на шкатулках. Где были сделаны эти леони. То есть там на этих шкатулках были разноцветные доспехи. И шлем. Вот шлем видно, что он желтый. Тут у него красная полоска, видимо, шла над броей по-тамски за вверх. Вот щит с умбоном. Мы тогда даже этого слова не знали. Умбон. Но тем не менее сделали. Доспех с петерегами. Это у них командир этот вот. Вот воин с крестиком. Их двое таких с крестиками. Тоже желтый доспех. Красный нагрудник. Пластинчатые доспехи сзади. Снизу петереги. То есть юбочка. Желтый доспех. Здесь вот воин в зеленом доспехе. Тоже умбон сделан на щите. Хотя, в принципе, защиту никакую не несет. Но мы не пожалели сделать его именно металлическим. Тоже шлем вот у него желтый. Красный у него наносник. Желтый доспех. Зеленые петереги. То есть высокое количество производства. В то время это был прорыв. Вот воин, например. Тоже вот. У него были белая фольга. Но мы хотели сделать его фиолетом. Поэтому взяли фломастер. Вот здесь вот видно. Можно же взглядеть. Что фломастером покрасили белые доспехи. Сделав его фиолетом. Но со временем просто затерлся фломастер. Но еще все уже видно, что был когда-то фиолетовый. Вот. Тут даже предпринята попытка создать рисунки на щитах. То есть мы видели, что на щитах рисовали всякие разности. И мы создали именно рисунки на щитах. Щиты картонные. Эту технологию потом очень удачно забудем. Что из картона можно делать. Вот красные доспехи у него. Сзади у него сделан топор. Вот этот топор. Вот он тоже из картона сделал. Он конечник у него такой-то. Вот он его металл. То есть отметательный был снаряд. То есть он его доставал, кидал и поражал противника. Также вот нож у него есть. Он в ножнах. Вот он вытаскивается, убирается. То есть это же в ближнем бою он воспользовал. Вот технологию мы раньше рассказывали так. Вот тоже попытка сделать узоры на щитах. То есть мы не могли сделать узоры, а взяли и перепели вот такую листяшку сюда. Считали, что это красиво, допустим. Доспех тоже с желтым. Но этот товарищ вообще с крестом. На щите. То есть уже, видимо, самое то же последнее дело. Тоже доспех у него зеленый, желтые птиориги, желтый шлем. То есть вот такие вот. Вот этот боец. Тут целая куча новых технологий у него. Одна из которых это вот на щите у него пига. Штырик вот этого. Сделана из крыжовника. Колючки крыжовника. Она намного прочнее, чем в спичках. То есть большой убойностью он взял вот это вот оружие его. И после этого мы удачно, в общем, быстро забыли, что на щитах нужно делать пики. Что это очень удобно. Только при греках мы потом вспомнили эту технологию. Скорее всего, даже не вспомнили, а придумали ее заново. Вот у него копье тоже в ножнах находится. Вот у него патрульского. Обратно было. Вот на такое овечки. Лошадки не нашлось. И вот русский ловник. Вот еще один. Вот на жопке такой лошадь. Конечно, таких доспехов нет в лошадях. Тоже греческие доспехи. Они были без доспехов. Но все остальное все то же самое. Меч этот, он сделан у него вообще был, можно сказать, на заказ. То есть на руках труда нашли такую вот планочку. И вот ее вытащивали там. Заточили. И сделали такой меч. Было очень трудно сделать. Ну, а это вот так циркуле похоже. Где-то на копья. Копье. Когда начался конфликт с Зотовым, то есть после его завершения конфликта с Зотовым, мы провели сражение между этими русскими и тефтонцами. То есть целью этого сражения, ну, по всей видимости, было то, чтобы вот эти вот парни в русских заспехах, ну, как сказать, замочили вот этих тефтонцев. Ну, так как вооруженные тефтонцы половче, у них более такие хорошие, по крайней мере, защита на лице есть. Русских ее нету. Ну, и в итоге тефтонцы русских побили. Что, видимо, в планы не входило. И уцелевший, один из русских воинов, он упал. Указанный, скажем так, в летописи, как я его называю, он отступил к татарам. То есть таким образом тефтонцы подтвердили свое, как бы, превосходство татарами, что не так вот можно сказать. Сохранили свою государственность. Это теперь все новые бойцы, какие появлялись у нас, они теперь переходили на службу татарам. Ну, тефтонцы. То раньше татары не собирались, теперь они стали собираться у тефтонцев. Такое было значение их прожили. Итак, татары и тефтонцы развивались полтора года параллельно. Из них около года выпало на конфликт с зотом, то есть зотовские воины. Поэтому самые лучшие бойцы из того и другого клана, они участвовали в этом, в общем, войске. Так как они были очень хорошо вооружены, вот такие вот этифтонцы. Также численность пополнилась вот этими шестерыми воинами. Вот они тут стоят. Их мы выменили у одноклассника Шустова на вкладыше. Видимо, они либо просто перешли на сторону татар, либо татары их в каком-то конфликте перебили. Вот, а также мы нашли еще вот такого драгуна. Он тоже каким-то образом попал в татар. Судя по всему, их просто перебили, пока они были безоружными. А потом они как бы ожили уже в лице татар. 25 марта зотов забрал свое первое заявление о войне, то есть отказался воевать. И произошел вот этот вот конфликт между вот этими бойцами и вот этими тевтонцами. Нужно было определить, куда будет направляться вот это вот пластмассовое войско. Откуда они взялись? На Новый год мы купили вот этих серых бойцов. 8 наборов, по 4 чайка в каждом. Их мы взяли на Новый год. Для того, чтобы усилить свою армию. В борьбе против золотов. Вот этих четырех бойцов красных нам подарил Удодов. Мы им сделали подставки, чтобы они были пригодны к бою. Вот эти вот четыре бойца мы купили на ярмарке в школе. А вот этого нам подарил Зотов. Забрал заявление, нам он нравился этот солдатик. Мы его выпросили, он нам его подарил. Вот эти два бойца, в принципе, непонятно откуда взялись. Вот это 25 марта получилось, что вся вот эта войска теперь принадлежала тефтунцам. То есть тефтунцы стояли обладать огромной силой. Потом Зотов снова объявил, что будет война. Она продолжалась, вторая война, скажем так, продолжалась 4 месяца всего лишь. После чего он окончательно забрал заявление. Но за это время мы успели сделать еще вот этих бойцов. Как они были, откуда они были взяты. То есть Зотов попросил у нас предоставить ему вооружение для его армии. Чтобы оно было такое же, как у нас. Поэтому мы радостно согласились. Предоставили ему целый корабль заточенных спичек. В обмен на кусок пластилина, желтого. Вот, собственно, он и есть. Из него сделали мы бойцов. Ну и вот еще волки. Они сделаны примерно в то же время. То есть, видимо, и черный пластилин еще был. Это, наверное, Чупернова просто подарили. Эти волки были вооружены. Такое у них было специфическое оружие. Вот оно. Из пластиковых бутылок был сделан меч. Покрашен пластилином был. Ну, в принципе, довольно слабое оружие. В итоге их потом как поменяли. Убрали. Также в цитатарственном войске существуют еще вот такие вот бойцы. Они были не какой-то, как впечатляем к татарам, но, честно говоря, они по внешнему виду. И вот то, что у них ружья есть, кули есть, больше смахивают на немцев. Непонятно, почему они здесь. Кто они такие, откуда? За месяц до окончания холодного войны Зотова мы купили еще вот этих бойцов. Поехали в цирк. То есть, откуда у нас информация появилась о них? Мы узнали, что у Зотова есть 300 новых бойцов. Масштабом 1 к 72. Маленькие, дорогие солдатики. Он сказал, что он их купил где-то рядом с цирком. Но когда мы с классом поехали в цирк, мы выпросили денег, чтобы купить солдат. Ну, нашли только вот таких. Большого размера. 1 к 35 масштаба. Но мы их все равно взяли, потому что они, в принципе, даже лучше подходили для боевой системы, которая у нас была. Может быть, недели через две мы купили еще 20 бойцов. То есть, вот этих было 39, а вот этих еще 20. Таким образом, у татар возникла довольно серьезная проблема. Как, имея всего 30 воинов, уничтожить армию неприятеля, которые имеют 4-х кратный численный перевоз. Единственный вариант это было уничтожение противника по частям. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus, солдатики и моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok